Прямой эфир телеканала «Россия» продолжает вести Ульяновского региона. В студии Рина Шмыгова. Здравствуйте и коротко о главном. Будущая региона за композитами в Ульяновске открыли новый центр компетенции. Кого и чему там будут обучать? В науку со школьной скамьи в Димитровграде строят исследовательский центр для детей. Преодолели себя и убедились все под силу. Участники лагеря «Брикс» познакомились с природой Ульяновского края. Итак, технологии композитов будут изучать на базе нового центра компетенции. Сегодня его торжественно открыли в Заволжье. На этой площадке займутся научной и образовательной деятельностью в области композитных материалов, а также внедрением технологий по изготовлению таких изделий. Потенциал оценила делегация из соседней Чувашской республики. Репортаж Артема Петрова. В новом учебном центре для работы с композитными материалами уже выпустили первые детали. Их производят методом вакуумной инфузии. Здесь, как и на больших заводах, углеволокно буквально запекают. Сама углеткань, которая в дальнейшем заполняется смолой. И после застывания у нас готовые детали. Центр на базе технического университета станет полноценной научной площадкой. Имеющийся центр позволит нам как проводить исследования по важнейшим направлениям, так и улучшить качество подготовки. Обучаться в центре смогут не только студенты. Повышение квалификации и переподготовка также доступны для специалистов в сфере производства полимерных композитов. А благодаря современному оборудованию полученные знания здесь сразу можно отрабатывать на практике. Только в Ульяновской области сегодня порядка 20 предприятий, которые работают с композитными технологиями. При этом сфера испытывает кадровый голод. Насытить компании квалифицированными сотрудниками поможет новый центр. Нам только в Ульяновской области таких специалистов на сегодняшний день требуется полторы тысячи человек. Оснастил центр оборудованием, которое необходимо для тестирования новых композитных материалов и создания готовых изделий, столичный Юматекс, который, находясь в составе Росатома, входит в десятку мировых лидеров по производству углеродного волокна широкого ассортимента. Ульяновскую область для реализации проекта выбирали, исходя из композитного потенциала региона. Сильный промышленный центр, в котором уже есть множество предприятий, связанных с композитной отраслью. Поэтому логично, что нам стоило здесь появиться и через образовательные программы, но и в дальнейшем могут быть еще инвестиционные проекты. Расширять межрегиональное сотрудничество с Чувашской республикой Ульяновская область продолжит не только в композитной сфере. Это машиностроение, электротехника, композитные материалы, агропромышленный комплекс и карбоновые полигоны. Ряд предприятий, как Ульяновской области, так и Чувашской, и ближайших к нам регионах Татарстана и Самаря, это промышленно развитые регионы, предприятия обладают уникальными технологиями, которые постоянно меняются. Для того, чтобы узнать об этих технологиях, конечно, нужен такой вот обмен бизнес-миссиями. Также вузы двух субъектов подписали соглашение о сотрудничестве по созданию карбоновых полигонов. Это территории с уникальной экосистемой, которые позволяют проводить ряд важнейших исследований в сфере экологии. Артем Петров и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. Школу нанотехнологий строят в Димитровграде. Это не просто образовательное учреждение, а настоящий исследовательский центр, где дети смогут познакомиться с медициной и даже биоинженерией. Сегодня губернаторский лицей готов на 65%. Стук молотка и шундрели к следующему году сменится детским смехом. Здесь школьники погрузятся в мир нанотехнологий. Губернаторский лицей на 1101 место уже не просто приобрел первое очертание. Несмотря на пустые еще строительные помещения, известно, где и какой кабинет расположится. Один класс точно уже берет мифи. То есть это будет их оборудование, это будут их технологии, это будет их содержание. Понятно, что это не база, а дополнительное образование, но это будет их. Один кабинет уже забирает НИАР. То есть они будут уже давать свой профиль, свою углубленку. Один кабинет забирает ФМБА. Новая школа в городе Атомщиков станет настоящим исследовательским центром с современными лабораториями. Он даст естественно научный профиль. Здесь кадры будут готовить со школьной скамьи. В губернаторском лицее разместятся сразу два спортивных зала для занятий футболом, гимнастикой, баскетболом и волейболом. Само название такое интересное, лицей нанотехнологий, говорит само за себя, что будет подразумеваться, наверное, что здесь много будет профилей в образовании. Хотелось бы попробовать, чтобы ребенок получился в этой школе. Губернаторские лицы точно обещают решить вопрос со второй сменой в Димитровградских школах. Также учиться здесь смогут и дети из разных районов области. А пока объект готов на 65%. Замечания, если есть, делается в запись журнала работ. Соответственно, подрядчику указывается на устранение и устанавливается срок для устранения данных замечаний. Школа нанотехнологий здесь возводится по линии нас проекта образования. Работы идут в срок. Объект обещают сдать к концу года. Марина Тимофеева и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. Из Димитровграда. Глава города встретился с жителями верхней и нижней террас. Дмитрий Вавилин рассказал о планах и ответил на вопросы. Дмитрий Вавилин рассказал о реализации крупных инфраструктурных проектов на территории микрорайонов и ответил на вопросы ульяновцев. Он также отметил, что в ближайшее время в Ульяновске объявят конкурс на реализацию первого этапа программы по замене уличного освещения. Нам надо полгода для того, чтобы заменить, первое, заменить все действующие светильники на территории города, второе, установить новые там, где их сегодня нет. Приоритеты и комплексное благоустройство общественных пространств и дворовых территорий, а также развитие материально-технической базы и капитальный ремонт учреждений, образование, культура и спорта. Мы приняли решение, что будем строить большие междворовые физкультурно-оздоровительные комплексы, они так называются, фабхоты. На наш взгляд, вот такие большие крупные комплексы, они гораздо лучше работают, нежели внутри домовые спортивные площадки. Жители получили возможность задать главе города вопросы, темы самые разные, от ремонта поликлиник до экологической безопасности. У нас под дамбой на нижней террасе есть болотное такое, болото мазутное. И вот мы сколько лет боремся, чтобы его убрали, потому что там даже доходит до того, что погибают животные, тонут. Ну, у меня ответ получила я сегодня положительный и очень даже радостный. Проект уже разработан, на следующий год выделены деньги, надеемся, что все это будет уже исправлено. И еще у меня очень большой вопрос по развязке президентского моста. Именно развязка президентского моста на нижнюю террасу в районе моста строителей. Там элементарно просто надо сесть и разобраться, сменить разметку сплошную на пунктирные, поставить дорожные знаки. И больше вопросов практически не будет. Спрашивали об организации безопасных школьных маршрутов и открытии аптек. Все вопросы зафиксированы. Решать их обещают в ближайшее время. Гульнара Шарипова, Вести, Ульяновск. Насыщенная программа для участников лагеря БРИКС продолжается. Ребята уже успели обсудить свои экологические проекты и очистить берег Волги от мусора. А накануне они познакомились с ульяновской природой. Насколько флора наших широт отличается от бразильской экосистемы, расскажет Екатерина Лазарева. Ничего не едим, никаких ягод. Фотографируемся там, где есть вот эти знаки. Из 60 участников до прохождения тропы допустили лишь 40. Дистанция несложная, но требует определенной физической подготовки. Почти 6 километров. Сначала по лесу, затем через Хребное поле, по Поротниковую долину и Яблоневый сад. Для безопасности в карманах чипы. А почему не эти чипы? Ну, чтобы обеспечить безопасность, чтобы они не потерялись. И узнать их время, за сколько они пройдут. Прохождение тропы – это возможность для жителей тропических широт познакомиться с российским умеренным климатом. Впрочем, некоторые иностранные участники в изучении наших флоры и фауны преуспели даже больше русских ребят. Заранее организаторы нас предупредили, что тропа довольно сложная. Но, насколько я вижу, довольно интересно, потому что прямое поле пока что. Самое главное – не обгореть от солнца. По дороге обсуждают насущные вопросы. Смена БРИКС – экологическая. За неделю участникам необходимо подготовить почву для будущих проектов по сохранению окружающей среды. Гектары пшеницы, например, навели на мысль о рациональном использовании полей. Чтобы ничего не упустить, обязательные фото для отчета. По пути участникам предстоит познакомиться не только с местной флорой и фауной, но и выполнить несколько заданий. Им необходимо сделать 11 селфи для отчета. И последняя остановка – это земляничное поле, откуда открывается невероятно живописный вид. На последней точке силы на исходе. Гостям из Бразилии и вовсе показалось, что ульяновцам солнце светит ярче. Сейчас я хочу, буду дома. Потому что жарко. Понимаете, жарко. Это другой Бразилия. Другой Бразилия сейчас. Спасибо большое. А я люблю Россию. Впрочем, природа, как выяснилось, везде одинаково красива. И даже жители тропических стран, где растут ананасы и маракуйя, увидели в Ундрах что-то напоминающее о своей родине. Природа Бразилии, конечно, сильно отличается от российской. Здесь более широкие просторы. В Бразилии много цветов, фруктов. Но, например, этот лес похож на атлантический. Завершился путь на берегу Волги. Уставшие, но счастливые. Они в очередной раз преодолели себя и убедились. Силы энергичной и амбициозной молодежи безграничны. И именно за такими людьми будущее. Екатерина Лазарева, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. На этом у меня все. Берегите себя. Увидимся.